Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Слушай, пять лет нашей работе с аутизмом Как-то так подходит, начинали там и работать с аутизмом Где-то начиная с декабря-января 18-го, начало 19-го И прошло пять лет, и знаешь, удивительные штуки Недавно на связь вышли родители двоих детей Совсем с того времени, да, совсем дети разные Времени прошло много И у меня немножко даже шок был, потому что забылось Вот, например, в одном случае подсознание ребенка Тогда еще, тогда говорило Пять лет, потом вы будете принимать решение по родителям И мы не понимали, о чем шла речь И вдруг выходит вот сейчас, мама начинает писать И начинаем вот зависать на ребенке И четко, а надо принимать решение по родителям Либо ребенок уходит дальше в свободную, счастливую жизнь Либо он все равно уходит дальше в жизнь Но она будет, ну, немножко не такая Но он уходит в самостоятельную жизнь А родители не изменились Родители искали чудо со стороны Родители обесценивали работу Родители, ну, как бы нам говорили Да-да-да, все хорошо, писали удивительные письма Сейчас очевидно это И при этом тогда они на тот момент Они искренне где-то какие-то моменты Выносили ответственность как на психологов Психологи должны помочь И им справимся там и так далее Вера была такая надежда Но при этом они не стали меняться сами Речь идет не обо всех Потому что многие родители все-таки пошли Прошли путь и завершили игры вот эти А были родители, которые вот так спрятались за детей И этот путь не был пройден И потом вот выскакивают Уже отцы начали выскакивать И вдруг такая ясность Вот вспоминание тогда, как говорило Подсознание этого ребенка Пять лет и будете принимать решение И блин, а ведь на самом деле Мы с тобой разговаривали о том Что надо посмотреть И действительно принять решение И именно мы с тобой и говорили И принять решение именно отдельно По ребенку Дети отдельно, родители отдельно Ну вот люди будут слушать И они не будут понимать, какое решение Смотрите Смотрите, какая есть тема В подсознании, в психике Вот грубо говоря, есть муть Есть муть или грязь И эта грязь плывет в чистой воде Как пятно Пятно нефтяное в океане Это что угодно Какашка Да, какашка, да Она отравляет среду И в этой какашке Одновременно плывут и мать, и ребенок И отец, семья И вот если ребенка выпустить Из этой какашки То какашка останется на родителях Ребенок сам Выбарахтаться из какашки не может Но ему в данном случае Можно протянуть руку Его можно убрать Но какашка от этого не исчезает Какашка не исчезает Она есть Вот это маслянистое пятно Надо утилизировать А утилизируется оно Через сознание родителей По-другому оно не утилизируется То есть здесь рассчитывать Что за тебя придут и утилизируют Но тогда утилизируют вместе с тобой То есть его может утилизировать Третье лицо Но тогда ты уйдешь в инкарнацию Потому что никто не будет разбирать А ты добро в этом пятне Или не добро Ты такое же маслянистое пятно Как и все остальное И вот мы стали перед выбором Действительно принятие решения А что делать Вот в тех случаях Где родители не двигались вообще То есть Оставить тонуть всю семью дальше И сказать Ну да, с вами не получилось Пускай ребенок тонет А зачем Дети повыплывали И очень неплохо повыплывали Вот, например, обратная связь От этой мамы Ребенок учится в нормальной школе Не натирает говном полы А учится в нормальной школе Достаточно адаптивной И так далее Да, есть проблемы Кстати, на этом фоне Всплывает вопрос нормы То есть Когда люди Такого склада Говорят, что Норма Какой интеллект Является нормой И вот понимаешь Переписываешься с родителями И понимаешь Что для меня Их интеллект Не норма О какой норме Идет речь Дело в том Что норма Для Свиновода Или животновода Одна Норма Для депутата Другая Норма Для ученого Третья О какой норме Идет речь Норме Чтобы он ходил На унитаз Ну так ходит Норме Чтобы он мог Поесть Себя Обслужить Купить продукты В магазине Посчитать деньги Ну так это есть О какой норме Идет речь И вот Здесь конечно Зависаешь По многим вопросам Но Факт остается фактом И вообще Что такое норма И что такое норма Что это Как Норма Это когда тебе Уже этот товарищ Не мешает Да Этот ребенок Тебе лично Этот ребенок Не мешает То есть Если он бегает И тебе говорит Мама там То-то-то Или не говорит С тобой Или там В тебя Тухлым помидором Запускает По сути Своей нормой Кого надо считать Именно Родителя Или врача Или там Учителя На самом деле Это только так Да То есть Правильные слова Норма Это когда Он тебе не мешает То есть Если тот же врач Говорит Что это Ненормальный Ненормотипичный Ребенок Значит А что является Нормотипичностью Что да То что врач Пропишет Если мама Говорит Что у меня Ребенок Какой-то Не так На меня Реагирует Ну так Обратитесь К маме То есть Это мама Обратись К себе Это ведь Твоя Реакция То есть Для тебя Ребенок Чем-то Отличается От тебя И поэтому Надо Раз отличается Значит Не-не-не Ну-ка Иди сюда Ты должен У меня Быть Таким Как это Как я Да Максимум Как я Да А потолочек Да 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 А если Ты Чем-то Отличаешься То Подожди Не надо Не торопись И при этом Есть другие мамы Которых хватают Ребенка Смотрите Смотрите Он уже И начинает Хвастаться И спряталась За ребенка И тогда Самой не надо И самой не надо Меняться Но это все На вынос Это все Снаружи А ты Внутри Разберись И начни Разбираться С собой Внутри Когда ты Начнешь Разбираться С собой Внутри То вдруг Окажется Что ты Реально И не менялся Ты застрял Ты заснул А у тебя Была возможность Да Вот твои Программы Нормы Ограничения Твои личные Дело в том Что Вот смотри У нас было Много лет Работы С людьми И всегда Нас удивляла Норма Вот для Одних людей Например Норма Кормить Ребенка Таблетками И БАДами Вот для них Норма Они считают Ну как-то Ребенок Это витаминки Ребенок Без них Не будет Расти А для Других Людей Это безумие И это На самом деле Безумие Для нас Это безумие Для Ребенок Нормой Нормой Для тебя Для меня Норма Это Когда Ребенок Развивается Счастлив Потом Он Займется Своим Делом И Неважно Будет он Столером Плотником Уборщиком Или Ученым Или Он Пойдет В политику В депутаты Или еще Кем-то Он Будет Жить И он Будет Счастливым Все На этом Норма Закончена Ваша Да И кстати Смотри Я Была Вот Буквально На этих Днях И тебя И себя Вспомнила Тоже Когда Вот На эти Темы С тобой Говорили Смотри Норма Да У меня С Лерой Со вторым Ребенок Когда Ей было Где-то Девять Месяцев Я уже Рассказывала Там Надо Было Положено К него Или Даже Шесть А не Девять Это Наверное Даже Шесть Месяцев Было К Невропатологу Я Пришла И Та же Норма И она Ставит ее На ножки Да Она Становится На цыпочки И она Ее Ставит Она На цыпочки А может Даже Меньше Туда Не Наверное Шесть Вот И она Уже Готова Ставить Диагноз И мне Помню Врачей Она Прописала Лекарств Там Уже У вас Ребенок Я не Помню Как Она Там Сейчас Я понимаю Что Тогда Если бы Я попалась На ту Удочку Меня бы Вывели Ребенка На аутизм Вот Просто Да И Это А я Тогда Я ее Слушаю А в Моей Голове Да В моей Реальности У меня Абсолютно Здоровая Девочка Абсолютно Здоровая И мне тут Говорят Про то Что у нее Какое-то А у меня Внутри Прям Звучит Прям Звучит Здоровый Мой Ребенок И я Даже Эти бумажки Помню Я вышла Из кабинета Даже Не глянула Ни одной Ни одного Лекарства У меня даже В голове Не возникло Мысли Купить Какое-то Лекарство Представляешь Все Все Видишь А если У тебя Не было Своего Бизнеса Своего Дела И так Далее И ты Хотела Для кого-то Быть Хорошей Матерью И ты Был Побежала Покупать Чтобы Мужу Показать Я мать Я Забочусь О своем Ребенке Ты посмотри Вот этих Молодых Курочек Домашних Которым Надо Показать Что они Ко-ко-ко Яйца Несут И Мужу Доказать И Свекрови Доказать И родителям Доказать Я хорошая Мать И в итоге Что потом С этими Детьми Сколько Мы видели Детей Изувеченных Матерями Изувеченных Конкретно Когда мы Говорили Если бы Вы были В Беларуси У вас Надо было Забрать Ребенка На самом деле Это так Это про интеллект Это именно так Это все про интеллект На самом деле Это феноменально Но это про интеллект Как бы это было больно Слышать Как бы Но это так Это так И только так Но интеллект Женщины Смотри В обществе От кого зависит Как ни крути От мужчин Ведь это мужчины Засовывают женщину Под лавку Оно в семье Начинается Отцы Засовывают Дочерей Потом мужья Засовывают Жен Ну ладно В европейской части Вот в Беларуси В России В европейской части Еще более-менее Женщина может вылезти А ты посмотри Азию Ты посмотри Мусульманство Ты посмотри Вообще религию Даже Баптистов Иогов Православных Кого угодно Что они делают С женщиной Там Женщине Интеллекту Женщины Развиваться Не надо Не надо И потомство Будет глупеть Да А потомство Будет глупее Глупее Деградация Деградация Потому что интеллект Передается По материнской линии Вот оно Безумие Деградация Развиваться У меня У меня Как это говорят Предназначение Женщины Рожать детей Я где-то слышала От какого-то Религиозного Деятеля И он прямо Предназначение Женщины Рожать детей И там женщина Пишет Да 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 Мне понравилось Как в одном из роликов Жириновский Одному религиозному Детелю Сказал Там у того Одиннадцать Или двенадцать Детей было И он ему сказал Теперь посмотрите Сколько лет Ваша жена Видела Только грязные жопы Да Вот это Вся ее жизнь На самом деле Это так Нету разума Нету Золотой середины Но Смотри Вернувшись К нашим детям Пять лет прошло Пять лет Это вот Примерно тот срок Что подсознание Отводит На спокойную Возможность Измениться родителям Стать другими Стать мудрее Вернуться к себе Начать возвращаться К себе Искреннему И настоящему Хотя бы начать Но если ты не начал Вопрос Какие механизмы Будут работать дальше А дальше Есть только один механизм И мы его понимаем Это боль И вот в данном случае Либо Надо засунуть В боль ребенка Ну что да Будет болеть Через ребенка Вот он выбор То есть вернуть Все назад Как было Потому что болезнь По сути дела Сформированная В этой семье Это гармония Абсолютная гармония И если мы вмешались Пять лет назад И дали шанс Родителям измениться Они не менялись То что теперь Либо вернуть Так как было Либо убрать ребенка Но тогда Будет болеть Своё тело И вот он выбор И вот ты стоишь Перед этой чертой И понимаешь А гармония нарушена Нами нарушена Но при этом Благодаря этому нарушению Мы смогли Расписать психику И вывести В знание Те вещи Которые в обществе Были табуированы Скрыты И не оглашались Публично Сейчас это публично Бери, читай книги Ты пройди этот путь Сам искренне Самостоятельно пройди Ничто не мешает Двигайся Двигайся Ты будешь иметь результат Но это тогда будет В гармонии Это не нарушая гармонии Потому что ты двигаешься Книги Это просто информация Дальше пойдут Хочешь, не хочешь Пойдут курсы Да, пускай в записи Но там хотя бы Состояние есть Тебе легче двигаться будет Там осознание есть Озарение есть Кстати, сегодня Вышла книга Вторая по чату Мам Я еще не успела забрать Но уже из издательства Написали Что можно завтра Приехать получить Все, вторая книга Будет уже в книжном варианте Потом о ней расскажем Покажем Она уже издана Она уже издана Она будет потом И в аудио формате И она будет потом И в электронном формате Но это позже Это еще полгода Надо как минимум На это все А видишь, как хорошо Что это сейчас Зависло на курсах Как хорошо Что мы курсы записывали В моменте Вот именно Ресурсном Когда осознание Момент осознания Всегда И И как важно Что они не повторялись Если повторялись Когда у нас Что мы не разворачивались Они были новые Они были новые Что мы не разворачивались назад Да И это Смотри Если Если Повторять курсы Это я просто Вот говорю Что я сейчас зависла на этом Вдруг Коснулась Если курсы Повторяются Одни и те же Вот как любят говорить Да Есть курсы 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 у нас Приходите на курсы А ведь Ресурсное состояние Именно Осознание Только есть На первом А дальше Это уже Оно Повторение Если ты Если не в записи В записи Это всегда остается Да А если ты Проводишь Проводишь Это уже что Это уже рутина Это уже что Это уже нет Там осознания Там есть просто Повторение Дублирование Копирование И не важно Что даже Если это ты Сам проводил Все В тебе Нет вот этого огня Нет Нет ресурса Так Смотри Получается Даже когда к нам Обращались Сколько людей Обращалось И говорили Распишите Сделайте Покажите Вот мы будем Инфодайинг Там в той стране Представлять В той Продвигать Дайте нам бизнес Модель И продайте франшизу Если перевести На бизнес язык Да Если ты сейчас Останавливаешься И делаешь эту франшизу И бизнес модель Это экономически Целесообразно Смотри Как жадная Здесь будет работать Ровно так же Будет работать Жадность у тех Кому надо купить курс Да То есть Я пойду за деньгами Вот она выгода Выгода подменила интерес Ты развернулся И создал игру И ты будешь проживать Пока ты не осознаешь Жадность Потому что ты играешь Чужую игру В игру того Кто тебе поставил Запросик Сделай для меня Сделай для меня Потому что Ты делаешь для него Нет Нифига А вот если Ты продолжаешь идти В своем интересе Дальше Вот он Лучерассекающий Пространство и время Ты валишь Не оглядываешься И ты не создаешь Зависаний Но тогда Если ты хочешь Что-то представлять Что-то делать И так далее И тебе здесь интересно Стань лучом в этом Раскрой эту тему И ты тогда Будешь лучом здесь И тогда тебе не надо будет Копировать И дублировать Стань искрой Стань искрой Когда он становится искрой Начни Искри здесь И вот Но это все про искренность На самом деле Про искренний интерес Когда нету замены Замены Интереса на выгоду И тогда роль денег Какая офигенная Вообще Деньгами можно За нос за рога И стоило сортировать Как болеющих Страдающих И мучающихся Да А можешь Отсортировать Тех Кто идет Светит И развивает Все Все вот как на ладони Видно Благодаря деньгам Вот тебе разделение Общества И вот смотри Когда Под одним из роликов Были написали Что И мы туда же Типа Во власть Мы людей Делим На разные категории Подожди А как их не делить А вот Расскажите мне И как не делить Дело в том Что тело Единый организм Даже если в теле Посмотреть Но клетки То в нем Разные Более того Система И органы Разные И направление Движения Информации Разное И уровень Развития Информации Разный Степень переваривания Информации Разная Если положить На пищеварение То У человека Можно сказать Что Есть дырка В которую едят А есть дырка Из которой выводят И если ты Наоборот Захочешь поменять Местами То не получится Не будет Гармоничной системы Так и здесь Так и люди Каждый должен быть На своем месте У каждого Свой уровень Интеллекта У каждого Есть свой уровень Развития И человек должен Соответствовать Этому уровню Развития На своем месте На своем месте Он должен Развиваться Расти Не пульсировать Как Автомат То есть Одно и то же Одно и то же Одно и то же Это остановка В росте Это остановка В развитии Он должен Развиваться Эта клеточка Этот орган Он на этом месте Должен развиваться То есть Улучшаться Не в болезни Не кожица Заболевать к уничтожению, а в развитии, в развитии, в развитии. Вот смотри, даже сейчас зависло, можно взять и сейчас расписать, как в потоке сознания выделяется сознание на болезнь, как весь этот процесс проходит. В общем-то, все то, что мы будем сейчас давать на фокусе иллюзиониста, чтобы объяснить, как строится иллюзия в сознании. И насколько готовность общества услышать эту информацию. А нету готовности. Нету готовности. Те, кто готов, те придут на курс, послушают вместе с состояниями, проживут. Вот опять, даже когда объясняешь восприятие человека, вот сегодня писала человеку, чем отличается наблюдение от игрока, от создания, от иллюзии, от вот этих всех моментов. Это же все разное состояние сознания. И человек пытается взять умом. Я человеку просто предложила, говорю, смотри, возьми и сделай практику. Двойное восприятие, потом возьми и сделай практику. Тройное восприятие. Во всяком случае, три восприятия тебе станут доступны, и у тебя отпадут вопросы от ума. И ты будешь это знать, потому что ты получила информацию. И ты из каждого из этих состояний можешь дернуть информацию. И у тебя будет ясность и конкретность внутри. Тебе не надо будет, чтобы тебе кто-то рассказывал. Вот эти рассказы снаружи, они отваливаются, если ты сам до этого дошел. А практика, он в свободном доступе, он взяла ролик, посмотрела, как делать. Тупо сделала. Никаких проблем нет. И не надо лишняя лапша. Все просто. Но тогда надо, чтобы был свой интерес. Интерес найти, открыть, прослушать, сделать, загрузиться. А это возможно только когда? Когда я интересна себе. Вот он ключ. Я иду в себя, я интересна себе. А если я себе не интересна, так о чем мы говорим? Тогда какую пищу для ума мы обсуждаем? Вот оно. Это все про искренность. И ты знаешь, на этом фоне все-таки мы как-то не упоминали эти моменты. Мы-то в Москве были не два дня, как шли курсы. У нас были дни, у нас были интересные встречи, у нас были свои планы, которые мы провели в Москве. Не только там был Мавзолей, кстати, о Ленине очень бурно заговорили. Ты знаешь, что о Ленине? Оказывается, Ленин умер 21 января 1924 года. И мы были возле Мавзолея в 100 лет со дня смерти Ленина. В 100 лет. Красавица отспала 100 лет, пора хоронить. Не проснулась. Пора хоронить. И мы как раз запустили эту штуку. А потом я получаю ролик, где в Москве идет соцопрос, и больше 50% респондентов высказываются за похороны. Ну так вот, благодарность. Если бы все, кто смотрел наш ролик и точно так же начинали благодарить Ленина, вспоминали только хорошее, что он сделал, то похороны бы состояли значительно быстрее. Все игры завершаются только через призму благодарности. Не лежал бы 100 лет, да? Да. А там можно было бы организовать толковый музей, где была бы совсем другая игра. Именно к мумиям привязка вот эта. Ну, мы с тобой знаем ее. Да. Так вот, во время встреч в Москве и во время обсуждения планов по инфодайингу звучала такая мысль одна, что нам надо подстроиться под имеющийся формат, где есть формат. Помнишь, мы обсуждали, есть формат. Вот мы должны привезти там семью, где вот было все очень плохо, плохо, плохо. Потом мы вмешиваемся, так мгновенно становится хорошо, и вот все рукоплещут и говорят, все хорошо. Это целое шоу можно сделать. Мы тогда что сказали? Пошли бы в жопу со своим шоу. Да, мы не по этим делам. Это обман. Это обман. Вот так вот, это ваша битва экстрасенсов. С инфодайингом так не будет. Путь от этого до этого проделывает сам человек. Не мы. Он идет. Но мы показываем, куда идти. И тогда у него есть шанс на здоровье. Если он этот путь не проходит, и вообще тогда нет рукоплещущих, потому что ему глубоко плевать на ваше рукоплескание, он полностью бережет свою жопу, потому что она у него будет болеть, потому что он сел на раскаленную сковородку. Инфодайинг садит на раскаленную сковородку, ты будешь очень быстро двигаться, чтобы не болеть. Вот возвращаясь к началу нашего разговора, как у родителей сейчас поджигает та жопку. Да, потому что, ну да, на самом же деле, потому что вот это раз и раз, да, это как чудо. Чудо. Вот вам религия пускай покажет чудо. Чудо уже было известно в истории чудо, когда человек ходил и показывал чудеса. И чем это закончилось? И чем это закончилось, да. Нет, чудо это вы, чудо это жизнь, чудо это то, что вы можете жить, можете двигаться, можете быть счастливыми, можете кайфовать от этой жизни. Вот это счастье. Да, чудо есть жизнь. Чудо это есть вы сами, каждый. И это кайф от того, что это чудо есть. Надо двигаться в этом чуде. Да. Если ты хочешь быть счастливым, будь. Если ты хочешь быть здоровым, будь. Но это ты будешь. Это не за тебя. Это ты. Кстати, по поводу не за тебя. Я вчера наблюдала одну картину. Я просто офигела. Я вчера была за городом. И там было очень много снега. И мы припарковали машину так, что вот она стояла сбоку. И там был такой проезд на две машины проехать. Но мимо этой, мимо нашей. И вот едет машина рыбака. И вдруг она так мимо проезжает. А там горка. И она начинает буксовать. И вот она буксует, буксует, буксует. На месте подняться под горку не может. Лазит мужик. И идет предъявлять претензии. Что наша машина ему мешает. Что он может в нее въехать, потому что он скользит. Но расстояние на две машины разминуться там легко. Наша стоит в стороне. И человек, который был за рулем. Вот наши машины. К нему идут с претензией. А он говорит, да ну, давай я помогу толкнуть. И толкает. Я просто, вот я как стояла, глядя на это. Я прямо вслух и высказалась. И говорю, смотрите, вместо того, чтобы подойти и сказать, мужик, помоги. Он выходит и идет с претензией. А тот, вместо того, чтобы послать его, идет и помогает. И я смотрю, говорю, один приехал на говне. Резина говно. Потом говорю, и мужик говно попросить не может. Ну, что сказать. Но при этом для второго обучающий момент. А зачем ты идешь и служишь говну? У меня вообще, у меня вчера разнесло, я когда это видела. Но, видишь, картина была очень наглядная. Можно я разрулю по-другому? Смотри, на самом деле, есть другая сторона этого бриллиантика. Этот человек на говном машине с претензией, да, столкнувшись именно с таким, который на претензию ответил помощью, не включаясь. Просто помог человеку. Он дал шанс вот этому, который в говне, дал шанс увидеть совсем другую сторону жизни. И таким образом, во-первых, он сам себя нейтрализовал от говнеца. Ну, для себя, да. Он просто, знаешь как, для себя он остался на том месте, на своем месте, прочно. А при этом этому человеку он показал возможности другие, другую жизнь, другую сторону. Это говорит лишь о том, что этот человек, который на говном машине с претензией, на самом деле, не совсем уж такой и говнецовый, раз он попал в зеркальце, которое ему протянуло руку. И это... А вот дальше уже, как он пойдет, вынесет урок из этого. Заметит или не заметит, почувствует или не почувствует, что ему показал этот человек. Вот тут уже зависит, куда он дальше пойдет. Снова в свою болячку с претензиями. Либо все-таки он уже ответит другому человеку, который коснется в его жизни такой же помощью. На самом деле, это как вирус, который может быть вирусом разрушающим, а может быть вирусом, который... Как это? Подсвечивающий. Правильно идете давать еще. Смотри, и то, и другое болезнь. И точно так же. Такое же вмешательство, такое же вмешательство, это наше вмешательство в аутизм. Один в один. И вот в этот момент, когда, если бы в данном контексте просто вытолкнули и поехали, и никто не обратил на информацию внимания, это бы и завершилось тем, что эта рука протягивалась, но за нее не взялись. А когда человеку просто подошел и вслух проговорил, да, ему неприятно было слышать, что машина говно, резина говно, мужик говно, и не этот вот... В данном случае надо было попросить, а не предъявлять претензию. Но у человека тогда появляется шанс, потому что он услышал. Смотри. А если бы не проговорил... Чья роль, скажи, пожалуйста. Вот эта роль, которую, как я поняла, ты там показала, выскала, ну и кто же это? Кто же, правда, матку рубанет первому встречному. Чья это роль, если взять по образу родителей? Да. Между жизнью и ребенком. Да, да, да. Между людьми и ребенком своим. Вот эта роль, когда показывать, как оно есть... А человек, как нас учили в детстве, ну или как продолжает учить. У нас есть совесть. А если у человека совесть, она не разговаривает. Понимаешь, язык надо. Понимаешь, чтобы была совесть у человека, чтобы он... Совесть, на самом деле, это когда ты слышишь себя. Это и есть эта совесть, да? Это искренность. Но когда тебе ребенка говорят, о, ты бессовестный, там... Если у тебя есть совесть, уступи старушке место. Что такая совесть? Она со мной не разговаривает. А эта совесть, это вот родители должны. Они должны напитать ребенка знаниями. Это тот же интеллект. Это тот же интеллект. Ну вот. Поэтому ты сыграла роль родителя. Рассудила. Одного за шкирку, второго на место. Не, они справились без меня. Я просто сбоку простояла и прокомментировала. Прокомментировала? Прокомментировала данную историю. Потому что мне она не понравилась. Если кто-то из них оказался глухой, то он... Ну, не повезло ему. В следующий раз повезет. Будет еще шанс. Но на самом деле и тому, и тому... Да, когда разжевал, показал, это уже человек услышит. Уже человека... Ведь смотри, точно так же человек с претензией. Ведь претензия сейчас у нас в обществе норма. Конечно. Что меня и удивило вчера. Очевидная история. Попроси. Вот просто попроси человека, помоги. Ты нуждаешься в помощи, а ты идешь с обвинениями. Точно так же приходят к врачу. Точно так же. Это вот знакомая рассказывала, что приходят на физиопроцедуры и начинают сливать в претензионном формате те претензии, которые они накопили к врачам за то, что их не вылечили. Подожди. Ты иди разгребись с тем, что ты принес этому врачу. Может, ты ему принес анализы в кабинет? Так ты со своей анализы иди в унитаз, смой, убери за собой, прибери свой эмоциональный фон, все убери и уже к врачу приди и расскажи, что у тебя все хорошо, ты поправляться начал. А иначе что ты ждешь от врача? Ты к нему приходишь, приносишь все свои эмоции, всю свою грязь, весь свой негатив. Сливаешь. А потом еще на врача идешь, жалуешься на человека, который вообще просто тебе должен какие-то приборы включить и тебя прогреть там и все такое. Это вот эти вот вещи, когда смотришь на это все, понимаешь, это безумие, безумие высшего пилотажа общества. Человек с претензией приходит, человек неблагодарен и человека не учат благодарить. Более того, врачам запрещено говорить клиенту плохое. В любом учреждении, куда ты не придешь, клиент всегда прав, а клиент приходит и он таким образом рассеивает. И ты смотришь на это и понимаешь, человека не учили благодарить, не учили убирать за собой мусор, свою эмоциональную грязь и так далее. И это обезумие. Это обезумие общества. Это об интеллекте опять-таки. Опять об интеллекте. Это вообще обезумие, если говорить, смотри, тот же самый Бехтерев, опять к нему, авторитет. Вернемся к авторитетам, да. Авторитет говорил. Если человек не осознает последствия своего действия, то это первая стадия шизофрении. Посмотри на российское, белорусское общество. Посмотри на... Я случайно сюда зашел, на эту вечеринку. Нет, так сказать. Посмотри на все остальное. Посмотри на шоу-бизнес. Посмотри на культуру. Посмотри на хлопание дверями. Там отъезды в Израиль, еще куда-то. Ну, ребята, ну, читайте Бехтерева. Мы не обидели. Это, смотри, последствия своих действий не осознает, когда... Но ведь действительно, когда не осознает своих последствий... Смотри, вот, если, может, человеку непонятно, что это значит такое, да. Но это, допустим, человек сходил в туалет и не смыл. Последствия своих действий. Да. Ну, вот оно. Это об этом. Заглянул на вечеринку. Известные вещи, которые, да, известны уже, ну, вот просто, да. А он их наперед не видит. Известно, что сходил в туалет, смой. Да? О чем это? О наглости. Ну, про вечеринку, да, как про вечеринку, это вообще, как они оправдывались. Ну, тут, что тут скажешь? Тут совсем. Ну, это просто люди заигрались, на самом деле. Артисты, это у них, ну, тут вообще легко, так можно сказать. Вот. Но ведь это же и в обществе точно так же. Да, да, все по образу. Осознавать последствия своих претензий. Вот понимаешь? Оно, да. Если бы вчера, вот в этот момент, да, вот этот человек, который просто не ввязался, ничего, он просто вышел, говорит, мужик, ну, чушь говоришь, пошли, лучше помогу. Все спокойно вытолкнул. А если бы этот человек сказал, стоп, мужик, давай подумаем головой. Тебе сейчас нужна помощь? Тогда надо попросить. Если тебе надо поругаться, ну, стой, ругайся, шлифуй сейчас своими колесами свои извилины. Но он бы человека заставил в моменте здесь и сейчас думать. Но он этот момент раз пропустил, ему, он не стал бы... Я бы ему произвинился. Ну, тогда появился бог с неба, который назвал все своими именами. Как это, как это, не разверзлись в небесах. Я не могу, у меня все это вот такой картинки, я не могу остановиться. То есть, я вот только не прочитаю вообще. И откуда что бралось, вот сразу, скажи, откуда он. А смотри, какой степ на самом деле во всем. Как не возьмешь. Казалось бы, ну, ладно, тут ерунду обсуждаем, да? А когда речь идет о тяжелом заболевании, а ты вот заходишь в подсознание, а там вот такой вот степ. Вечный степ. А у тебя тут пишет страдающий, исходящий в соплях, да? А у тебя в подсознании ржач. Или вот как сегодня папа один аудиозапись прислал. А ведь в подсознании ржач. Ржать. Так, ну, вот как я тебе говорю, недавно говорила. Ну, понимаешь, очевидное, оно у нас перед носом. Но мы же не хотим видеть. Жизнь – это игра. Нет, надо, чтобы миллионер нам показал. Авторитет. Авторитет. Разверглись небеса, авторитет сказал. Пять. Миллионер сказал. О, так да, да. А честно, я под носом. А так нет. Играй, играй, играй. Мне надо плакать. Это как под роликом, где Дима у меня спрашивал по бизнесу в Москве. Да, да, да. И под этим роликом там, знаешь, как классно этот ролик начал фильтровать людей, которые зависли на жадности, на зависти, на злобе, на ненависти. И там есть комментарии. Я там много комментариев поудалялась под этого ролика, потому что я не хочу, я не делаю этот ролик фильтром, а вот именно для таких. Но я увидела один момент. Женщина, тварь, как она себе позволила говорить о бизнесе, как она вообще позволила себе иметь бизнес, как она могла вылезти. Их, ты так читаешь эти комментарии. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Вы со своими претензиями к врачу. К врачу, к врачу. Проходим мимо. Я убираю в своей жизни. Я убираю. Так я тоже так. Это ролик не вишенка на торте, поэтому проходим мимо. Меняем канал. Блокировочкой меняем канал. Да, но при этом, благодаря этому ролику, да, вот сразу пошли слои такие. И вот эта претензионность, понимаешь? Если вот сейчас много роликов там говорят, кто-то войну эту пытаются сеять, втягивание там, в напряжение, во все. Подождите, любое напряжение снимается благодарностью. Учите людей благодарить. Верните ответственность человеку. Все. И тогда претензионность уходит. И учите человека заниматься любимым делом своим, чтобы он делал это для себя. Потому что если он это делает для вас, то он будет иметь претензию. Как только для вас, так тут же ожидание от вас, и будет претензия. Он же от вас не дождался. Я же вам служил, ты должен меня оценить. Не оцениваешь? Получи, фашист, гранату. Вот этот механизм. Вот этот механизм простой. Благодарность должна войти со школьной скамьи. Если вы хотите в обществе снять напряжение, учите благодарить. И верните им ответственность, чтобы они занимались своим делом для себя. Ответственность. Та же дорога. Пешеход на дороге, ответственность несет водитель. Подождите, пешеход на дороге. Пешеход на дороге. Причем тут водитель? И водитель несет. Он тоже на дороге. Водитель вторичен. Ну да. Но пешеход, ты же ведь не средство на колесах с повышенной скоростью. Ты, тупо говоря, ты прилетел с другой планеты на другую планету, где есть свои правила. А ты прилетел и со своими правилами. И получается, тебе надо, как это сказать, тормозить, задумываться, что пришел, надо угодить. Ну какое ж. Ты пришел. А смотри, как это скопировано с Европы. Ведь в Советском Союзе нас учили в школе. Посмотри направо, посмотри налево. Ты выходишь на проезжую часть. Тебе уступать не обязаны. Но культурные люди тебе уступали. Смотри, я попадаю в Азию. Вот у меня есть видео выложено в интернете, где мы переходим дорогу, я не помню, по-моему, во Вьетнаме. И там дорога широкая, много полос. Поток машин, поток мопедов, велосипедов и мотоциклов такой просто сумасшедший. И нас предупредили. Ваше дело двигаться медленно. Потому что здесь движение течет. Никто никогда не остановится и не пропустит пешехода. Светофоров нет, перейти невозможно. Значит, ты делаешь шаг и замираешь. Снова шаг и замираешь. Шаг и замираешь. И они тебя обтекают. Машины останавливаются, пропускают, если ты уже попал перед ними. Но... Это все в потоке. Это все в потоке, никто не останавливается. Не прерывающийся поток. Но, ты знаешь, после этого у меня совсем изменилось отношение и здесь. Я не вылетаю на дорогу под колеса. Я подхожу, я делаю шаг и останавливаюсь. Шаг и останавливаюсь. Это появилось как привычка после Азии. Потому что в Азии тебя никто не пропускает. Так вот, когда-то было и у нас такое. У нас из уважения к пешеходам пропускали. Но пешеход нес ответственность. Вот это безобразие скопировано с Европы. У нас с Европы очень много говна скопировано. То есть оно приходило после развала СССР как норма. И как будто это было всеобщее благо. А это не всеобщее благо. На самом деле ты вошел на территорию водителя. Значит, будь добр, уважай правила водителя. А водитель тогда будет уважать тебя. Но если ты его не уважаешь, то подожди, ты все равно на этой территории? Или он как эти, на дороге лег спать, его переехали ночью. И за это сидит водитель. И платит родственникам водителя. Или водитель здесь при чем, если ты лежишь, спишь на дороге? А если взять по образу и подобию, смотри, это тоже один в один. К тебе домой пришел человек. Вот к тебе домой пришел человек. И начинает свои правила качать. Подожди. О чем это будет, да? Как, что скажешь? А разве это не об одном и том же на дороге? Об одном и том же один в один. Смотри, и опять-таки, тогда людей надо учить видеть по подобию, как видит подсознание. Потому что, когда человек выходит из подобия, он тогда начинает творить глупости. Он начинает становиться шаленым. Смотри. Сумасшедшим. Сумасшедшим, то есть он шаленый, его носит, да? И тогда подсознание вынуждено ему делать больно. Больно, обязательно больно. Вот тебе проявление ДТП и все остальное. Вирус в организм упадает, и что иммунная система сразу блокирует его. А потом смотри, на одну глупость сколько наворачивается сразу закона. Это сколько людей надо было заставить работать. Две полосы считать пешеходу, три полосы считать. И ты смотришь, один закон поменяли, второй, треть. Глупость уберите. А на самом деле это всего лишь, вот, как я говорю, вирус попал в организм. Иммунитет, хлоп, его... И вынужден держать все время. Да, и вынужден держать. А если иммунитет, а если хозяин своего тела, да, то есть говорит, не-не-не, у меня иммунитет очень слабый, слабый. Иммунитет так... Вирус крепнет. Вот оно, и тогда надо и две полосы, и три полосы, а все никак. И зараза так... И болеет. Да, и болеет. А возьми, мы с тобой ездили на Бали. Там же тоже такое движение. Согласись, не было же ни светофоров, ничего. Там постоянно текучка. Но как мы с тобой столкнулись с тем, что это было невероятно, как аварий нет вообще. Вообще нет аварий. А какие ситуации, да? Жесткие вообще. Но при этом никто пешеходу не уступает. Да, и... И очень много правил, знаешь, каких? Не придуманных на бумаге, и ты должен был их выучить. А правила естественные. Ты приехал в перекрестку к первой, ты проезжаешь первой. Да, внутреннее чувство. Внутреннее чувство, да. Ты приехал первый, и ты уезжаешь первый с перекрестка. Тот приехал второй, он уезжает второй. Эго не работает в данном случае. В данном случае смотришь по приоритетам, кто приехал первый. И вот эти вот моменты, они, конечно, тут в плюс работают. В Азии они еще сохранились. Казалось бы, как как-то ориентироваться на Азию, а не на Европу? Подождите, когда у тебя болит жопа, да, когда геморрой, то ты будешь ориентироваться и на голову, и на жопу. И жопа тебя не отпустит, потому что там болит. Знаешь, на самом деле, когда у тебя здравый рассудок, то ты будешь знать, где у тебя здоровое, где взять что-то здоровое и увидеть больное, а где видишь ты больное, и тогда обходишь и берешь здоровое. Потому что в той же Азии, да, вот здесь хорошо, но другое есть плохо, да? Там много недоразвитости, очень много. Да, но при этом для этого у тебя есть и разум есть, чтобы ты мог видеть и убирать. Точно так же, как в Европе, очень много роботизированного, казалось бы, но при этом робот-автомат. Робот-автомат, люди превратились в роботов. И есть вещи, которые вот меня сейчас иногда просто шокируют, что людям, живущим на свободе, сейчас живется куда более тоскливо, чем тем, кто сидит в тюрьме. Я когда смотрю на этого придурка, который расстрелял, там, как его фамилия, он расстрелял там 70 человек, и его посадили, у него камеру недавно показывали, как она там, апартаменты, да? И он там жаловался, что ему там что-то со свободы не приходит. Брейвик, да. Да. Блин, там мужик живет в Норвегии, террорист. Я когда смотрю, люди, ау! Тут нищие на улице лежат и работать должны. А тут его содержат. Я так, знаешь, думаю, от какого? Так он еще книжечек напишет, денежек на счет получит, он выйдет еще миллионером из этой тюрьмы. И так смотришь и понимаешь, чувак очень классно устроился. Вообще очень классно устроился. Но при этом те, кто на свободе, они живут хуже, чем он в тюрьме. Но ему еще работать не надо, они его еще и содержат. При этом, если я скажу, что я сейчас почувствовала, то меня вообще не поймут. Потому что я только одну фразу произнесу. Каждый человек на своем месте. Вот все. Больше не буду говорить. И он очень четко показывает вот это безумие. Да. Иначе будет, как у тебя под этим роликом. Вот оно, безумие. А где безумие называется на самом деле? Да. Безумие, когда у тебя нет разума. Вернее, есть разум, а ты им не умеешь пользоваться. О, и не хочешь отказываться. И не хочешь, ты спишь. Спишь, да. Ты спишь. И тогда нужна боль, чтобы тебя разбудить. А что еще разбудит? Да, точно так же, как с родителями, которые за пять лет ничего не сделали. А получили детей. Пускай не до конца здоровых. Но, кстати, и здоровых тоже. Но получили. А что в ответ? Масли не степят, но они не переработали. А надо было. Когда-то к этому придется возвращаться. А ты просто не сможешь. Иначе дисгармония. Пока ты себя не очистил. Но мы же тогда и не знали всего того, что мы знаем сейчас. Мы тогда за них делали. Смотри, вот даже, помнишь, был мальчик? Мальчик кому? Четыре месяца только сливалась агрессия. Четыре месяца мы каждый день сливали агрессию с ребенком. Не работая с родителями. А родители так и остались в этом. В чем были? А ребенок-то поправился практически. Да еще как. И вот когда оглядываешься, понимаешь, мы сделали дисгармонию. Мы сделали дисгармонию, вмешавшись в этот процесс. Она послужила плюсом для многих и вывела многих. Она дала возможность написать книги, исследовать психику и так далее. Но дисгармония осталась. Есть о чем подумать.